Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам очередную мушку, которая работает и зимой, и летом. Но, учитывая то, что, я честно скажу, на стоячих водоемах она не проверялась прошлой зимой, на речке она работает. Поэтому попробуйте и скажите мне. Как вы видите, из конструкции довольно-таки простая идет наборка, обыкновенный латунный шарик и три стеклянные бусинки. Если по каким-либо причинам бусинок у вас нет, можно заменить вот такого типа даббингом. Любым оранжевым, красным, который у вас будет, можно заменить вот эти шарики, которые я делал наборку. Давайте мы приступим, и в процессе работы я вам буду объяснять, что чем можно заменить. Понятное дело, что перышко желательно подобрать, чтобы оно совпадало по величине бородок. Желательно, чтобы наши бородки слегка заходили за красные наши бусинки. То есть у нас, если так рассматривать конструктивно, в качестве грудки будет три красные бусинки. Хорошо работает на глубинах и при плохой освещенности. Но реакция рыбы, которая была за прошлую зиму, довольно-таки положительная. То есть не только окунь, но и плотва. Крючок я взял, как обычно, хоппер вязать я буду на 14-м крючке. Вообще можно, начиная с 10-го. Поэтому будете пробовать, какой вам величины здесь подойдет. Давайте выполним опушку. Выполнили с вами опушку. Удалили нить, чтобы она нам не мешала. И теперь у нашей нимфочки, я вот, у меня немножко подходит по моей расцветке, флюоресцентный такое перышко. Я подравниваю бородки, их ставлю в вертикальное положение. И беру пучочек для того, чтобы сформировать хвостик. Хвостик у этой мушки незначительный, но он есть. Поэтому мы его сейчас с вами изготовим. Перо желательно сюда использовать, чтобы оно было жестковатое. Значит, длина хвостика должна равняться или быть чуть-чуть длиннее самого тела, то есть наших красных шариков. Поэтому мы сейчас с вами подравняем наши волоски. И притяжной петлей, пока ничего не отрезаем. Посмотрим длину нашего хвостика. Еще подтянем. И теперь уже окончательно подрежем вровень, чтобы нам не мешало остатки пера. Немножко добавим клей, потому что это уже у нас идут очень ответственные по рыбалке места, поэтому желательно хорошо промазать. И теперь уже хорошо подхватим наш хвостик. Буквально до начала нашего загиба. Чтобы не выполнять обмотку 10 раз, для сегментации, то есть укрепления тела, я буду использовать вот такую, тоже флуоресцентную вторкарбоновую леску, которую необходимо здесь же закрепить у хвостика. Проматывать я буду ее по всей длине до моих шариков. Подхватили. Здесь же закрепим обыкновенная вот такая фольга, или же можете использовать люрекс. Любой блестящий элемент, которым вы будете обматывать тело. Это уже не принципиально. Здесь его захватили, и теперь уже симпатично должны прихватить до самых шариков. Немножко буквально не доходим до шариков, оставляем. Теперь необходимо нам совсем-совсем немножко промазать клеем, нашим супер, и произвести обмотку тела до наших шариков. Закрепили наш люрекс, и я поменял на красную нить бобину. Теперь нам необходимо с вами, леской, конечно, очень тяжело, проволокой будет значительно легче, взять и теперь окончательно закрепить, промотать наше тело, так, чтобы уже наверняка его наша рыбка не смогла порвать. Как раз наша флуоресцентная леска будет дополнительно создавать ребра и нашей нимфочке придавать дополнительно привлекательный вид. Выберите для себя ребро, угол, какой вам необходим, доходим, следим, чтобы не захватили наше перо, доходим до шариков, делаем один полный оборот, потому что диаметр нам позволяет. Подхватываем нашей нитью, капнем немножко клея и остатки удалим. Капнули капельку лака, он еще сырой, немножко усядет, и вот такая незатейливая нимфочка, которая изготавливается очень легко и быстро, практически из подручных материалов, готова. Пробуйте, друзья мои, желаю вам удачи, до скорых встреч!